не имей 1 доллар а имей 100 друзей именно так на современный лад можно переформатировать классический афоризм как вы видите российская экономика показывает всем насколько она стабильна и насколько она мощна курс 100 рублей за доллар это неплохо само по себе и нехорошо это лишь отражение тех тенденций которые есть в экономике а вот там все довольно плохо и собственно курс и колебания курса что даже важнее это лакмусовая бумажка которая показывает что российская экономика не смогла перестроиться под войну что российская экономика несмотря на все заявления официальных лиц не является настолько крепкой и настолько серьезной махиной которую ничто не может потревожить сегодня мы поговорим с вами о политических последствиях тех процессов которые происходят в экономике россии как будет развиваться инфляция как это повлияет на жизнь обычных граждан и без условно как это повлияет на войну как великий геостротек 4d шахматист владимир путин привел страну к состоянию когда жизнь ее граждан стала еще хуже чем до начала войны об экономических аспектах и тонкостях мы поговорим на неделе с владимиром миловом сейчас он в поездке поэтому мы не можем записать сводку в наше обычное время однако сегодня не с экономической но с политической точки зрения мы посмотрим как будет развиваться в дальнейшем возможности кремля по управлению тем хаосом который он создал как это повлияет на граждан причем здесь выборы и как это все влияет на войну вы на канале майкла наки если нет то переходите ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал все это помогает продвигать видео и больше людей будет ознакомлено с тем что происходит на самом деле они с тем что говорят по телевизору ну и вы можете поддержать канал по ссылке в описании через сервис патреон или с помощью супер спасибо кнопка с долларом в сердечке прямо под видео и так долго ралли рубля к отметке в 100 рублей за доллар завершилась ну как нужно еще дождаться пока в днцб такой же курс дойдет там пока биржи откроет и прочее-проще но базовый я думаю что все уже понимают что 100 рублей за доллар это вот то что мы видим прямо сейчас но проблема не в самой цифре на самом деле валюта может стоить сколько угодно это не так критично критично и и быстрые непредсказуемые изменения а именно волатильность именно по этому параметру россия попала в топ-3 стран самой слабой валютой то есть валюта которая скачет туда-сюда потому что когда валюта скачет туда-сюда это влияет на долгосрочные среднесрочные контракты причем во всех секторах неважно мы говорим про оборонку или мы поговорим про гражданские договоры между разными компаниями организациями нестабильный валютный курс это то что на самом деле мешает осуществлять хоть какую-либо деятельность но по факту курс является не величиной сам по себе он отражает те системные проблемы в экономике которые существуют ну как головная боль не является самой по себе причиной самой себя это является симптомом чего-то другого ну чего-то зачем следует следить человеку для того чтобы этой самой головной боли не было это такой маркер который показывает что все не очень хорошо и собственно вот этот маркер показывает нам сейчас что с российской экономикой все не очень хорошо вы те кто смотрит канал регулярно кто смотрит сводки с владимиром миловым прекрасно это и сами знали но есть одна специфика она заключается в том что обычно население в россии реагирует именно на изменение курс рубля именно поэтому когда война начиналась когда начинался новый этап феврале 2022 года многие следили именно за курсом и более того российские всевозможные и министры и владимир путин лично и набиулина и силуанов пытались всеми силами удержать именно курс национальной валюты не потому что это какая-то основополагающая вещь а потому что для людей это наиболее заметное изменение именно поэтому огромные средства тратились именно на то чтобы были красивые числа на табло обменников именно поэтому многие россияне значит на всякие видео от профессиональных экономистов говорили да что вы нам рассказываете ничего экономика не рухнет посмотрите на курс он вот еще не по 100 не по 130 значит все не так уж и плохо на самом деле все довольно паршиво для российской стороны дело в том что санкции которые применяются западом они работают они довольно эффективны но есть один минус они медленные ну то есть экономика эта вещь большая экономика эта вещь сложная поэтому влияние на нее оказывается довольно постепенно более того санкции которые связаны с основными продуктами сырьем который россия торгует такие как нефть например начали действовать лишь в этом году в полную силу и это уже дает свои плоды потому что на самом деле многое что происходит в российской экономике это следствие падения нефтяных доходов россия не может продавать нефть в тех объемах которых продавала своим классическим поставщикам на западе именно там россия получала самую большую цену именно деньги запада помогали россии увеличивать возможности бюджета увеличивать свои запасы после того как санкции были введены россия переориентировалась на другие рынки как переориентировалась пыталась большом количестве нефть например подается в китай и в Причем с Индией отдельная смешная история. В Индию нефть продается за рупии. Рупии, которые слабо конвертируются. И поэтому у России есть проблемы с тем, чтобы понять вообще, что с этими рупиями делать. И это тоже одна из проблем. Но опять же, сегодня мы не будем детально разбираться на экономических аспектах. Поговорим про аспекты политические. Есть такой миф, что холодильник победит телевизор. Что когда людям станет хуже жить, когда у людей станет меньше денег, когда они смогут позволять себе меньше не только покупок машин, но и еды, люди в этот момент взбунтуются. Люди начнут требовать от государства изменений, люди начнут требовать окончить войну, люди начнут много чего требовать. Это скорее миф, чем правда. Потому что мы видим, если мы смотрим на политическую компотивистику, то есть если мы смотрим назад на другие кризисы, ситуации страны, мы видим, что не всегда эта корреляция существует. А там, где существует, сложно выделить каузацию. То есть причинность того, что именно резкое повышение цен или отсутствие возможности для людей покупать даже базовые необходимые вещи, оно перетекает в бунты, недовольство и революции. На самом деле бунты, недовольство и революция вещь более сложная. И она многофакторная и зависит от большого количества факторов, которые невозможно узнать. Можно прогнозировать повышение недовольства и снижение лояльности. Эти вещи, которые можно заранее отметить. И безусловно, то, что происходит сейчас в России, в том числе с экономикой, влияет на снижение лояльности населения к власти. Это в любом случае заставляет большее количество людей задумываться о том, насколько управление Россией, насколько идущая война отвечает их интересам. Это мы можем говорить с уверенностью, независимо от того, что у нас нет независимых социологических данных, на которые мы могли бы опираться. Потому что, во-первых, в России почти не осталось социологических служб, которые бы могли давать, собственно, неискаженные данные. А во-вторых, сам факт репрессий, который существует, и сам факт того, что есть правильные ответы и неправильные. И, собственно, телевидение и пропаганда активно помогает показать, какой ответ правильный, а какой может привести к тюремному сроку. Это максимально искажает социологические данные, поэтому опираться на них нет никакой возможности. И я бы рекомендовал никому этого не делать. Понятно, что остались профессиональные социологи, в том числе и в более-менее приличных социологических центрах, которые будут с пеной у рта вам доказывать, что, значит, их социология все учитывает, и выборка там репрезентативная, и есть дублирующие вопросы, которые призваны действительно, значит, посвятить, что думают граждане. Но, честно говоря, это все туфта. Ну, то есть, в нынешней ситуации, когда в России наказывают за то, что ты против войны, в нынешней ситуации, когда пишут доносы, в нынешней ситуации, когда государство официально рассказывает, что те, кто не с ним, те предатели, дождаться того, что человек, в принципе, будет принимать участие в вопросах, это уже большое достижение, но дождаться, что он будет честно и искренне отвечать, не боясь, что что-либо за этим последует, эта вероятность стремится к нулю, поэтому социологические данные не могут быть применимы. Однако, мы по косвенным признакам видим, что в целом у людей снижается лояльность к действующей власти. Ну, по каким, например, у Верстки выходило недавно довольно интересное исследование, то люди, которые участвуют в региональных избирательных компаниях, да, региональные избирательные компании все еще проходят, все еще есть какие-то выборы, многим может это показаться бессмысленным, я вместе с этими многими, но есть тоже специфика, если выборы президента, если выборы там парламентские, это полностью контролируемая государством сфера, где результаты буквально рисуются, то выборы региональные, там действительно есть конкуренция, небольшая, но есть, есть она в основном между, не между хорошими и плохими кандидатами, да, а между плохими кандидатами, которые соревнуются, кто откусит больший кусок от кормушки, и в этом контексте там действительно есть некоторые соревновательные компоненты. Так вот, на этих самых избирательных компаниях люди стараются избегать темы военной операции, темы войны, то есть в целом в их избирательных компаниях не затрагивается эта тема, хотя казалось бы, ну то есть по федеральным каналам говорят, что это вообще самое клевое, что есть, что война это супер, что Россия большая молодец, что все россияне в едином порыве поддерживают, это даже написали в учебниках истории, в тех новых учебниках истории, по которым будут учиться в России не так долго, честно говоря, но какое-то время, наверное, проучатся, может быть, один учебный год, может быть, два, зависит от того, как скоро Россия проиграет и как скоро режим Путина падет. Тем не менее, в этих избирательных компаниях, как я уже сказал, не педалируется тема военной операции. Почему? Потому что люди добровольно не хотят дополнительных голосов? Нет, потому что эта тема не популярна, потому что эта тема бьет по людям в регионах. Сейчас мы к этому перейдем и уже непосредственно к экономике. Единственное, что я подчеркну, что снижение лояльности, оно фиксируется, оно видно и оно увеличивается. Снижение увеличивается, как вам такое замечательное сочетание. И в этом контексте, да, правило про холодильник работает, но в контексте того, что это снижение лояльности и повышение недовольства стопроцентно приведет к протестам, стопроцентно приведет к революциям и к бунтам, это не так. Потому что на принятие решений людей, которые, значит, могут устраивать революции, бунты, забастовки, влияет огромное количество факторов, которые учесть невозможно, так как это параметры индивидуальные в голове каждого человека. Поэтому я не стал бы присоединяться к тем аналитикам, которые говорят, что сейчас, значит, доллар по 100 рублей, значит, завтра все пойдут на Кремль. Может, пойдут, может, не пойдут. Это невозможно никаким образом предсказать. Это будет тычок пальцем в небо, а гаданиями мы с вами на этом канале не занимаемся. Даже прогнозами стараемся не заниматься. Но теперь давайте посмотрим, как вообще это все влияет на обычных граждан и почему, на самом деле, когда мы смотрим на всех этих пропагандистов, когда мы смотрим на публичные проявления, у нас формируется неверная картина. Давайте честно. Большей части населения в России плевать на то, что происходит в Украине. В каком смысле? Часто любят говорить, что, ну, соответственно, сторонники власти говорят, что все в России поддерживают Путина, и не только сторонники российской власти. Но этот тезис часто можно встретить. Например, за рубежом этот вывод делается на основании того, что, смотрите, мы не видим массовых протестов, а это значит, что россияне все как один поддерживают Владимира Путина, поддерживают войну и вообще неисправимы. Этот тезис не соответствует действительности, потому что активной поддержки войны мы как раз видим не очень много. Ну, то есть, зедов этих всевозможных и самый важный фактор это очереди из добровольцев военкомата, которых нет. Несмотря на то, что Россия ведет обширную медийную кампанию по привлечению добровольцев, обещает баснословные деньги, несмотря на это, очереди из добровольцев военкомата нет. То есть, России приходится идти на ухищрения, переформатировать срочников, контрактников, добровольцев, которые уже были на войне записывать в новых добровольцев для того, чтобы повышать статистику. Но мы видим, что очередей нет. Мы видим, что ротации на фронте нет. То есть, количество приток новых кадров недостаточен. А о том, что в России недостаточно, у армии России недостаточно военных, говорят уже даже про властный канал. Но хочу ли я сказать, что все россияне на самом деле против Владимира Путина и что все они готовы единым фронтом выступить против диктатора и все они осуждают войну? Тоже нет. Это позиция, которую часто можно встретить у оппонентов режима. И оппозиция заключается в том, что вот большинство россиян на самом деле, они вот тихо там на кухнях осуждают войну. Мне кажется, это тоже неправда. И количество активно выступающих за войну, и количество активно осуждающих войну, или как минимум готовых осуждать, мне кажется, примерно одинаковое и не очень большое. Основная же масса населения – это люди, которым нет до этого дела. Россия – огромная страна, и у каждого человека внутри России есть собственные проблемы. Еще раз, я не занимаюсь оправданием. Я не занимаюсь попыткой морально оправдать то, почему можно игнорировать идущую войну и убийство украинских граждан. На мой взгляд, оправданий здесь быть не может. На мой взгляд, это чудовищное преступление. Если ты не выступаешь против него, то ты фактически закрываешь глаза и отворачиваешься от того ужаса, который происходит. Не в смысле, что я призываю всех идти к Кремлю, а в смысле, что как минимум, если ты сам себе говоришь, что это все неважно, и что у тебя нет эмпатии к людям, которых уничтожают, которых пытаются уничтожить Владимир Путин, по которым стреляет ракетами и бьет по жилым домам, то у меня плохие новости. Ты не очень хороший человек. Однако большая часть россиян – это люди, которым все равно. Это люди, которые погружены в свои проблемы. Почему это происходит? Во-первых, потому что Россия и не была богатой страной никогда. Точнее, было богатое ее руководство. Огромное количество денег, которые получали в том числе от продажи сырья, в том числе на Запад, преимущественно на Запад, это были гигантские средства. Но пущены они были ни на дороге, ни на школу, ни на больнице, ни на улучшение условий существования людей, ни на повышение их благосостояния, а на дворцы, на огромные зарплаты, на огромные зарплаты Костину, который, например, получает 12 миллиардов рублей в год, на огромные зарплаты Сечину, который получает 3,5 миллиарда рублей в год, на дворец Геленджике и на многое-многое другое. То есть власть, те деньги, которые получала российская власть, она не конвертировала их в улучшение условий жизни в стране, она конвертировала их в собственное богатство. И поэтому у людей в России, у многих людей в России, за пределами Москвы, Питера и Кселенбурга, у них совершенно другая жизнь. Они пытаются понять, как им выжить на те деньги, которые они получают. 20, 25, 30 тысяч рублей – это зарплаты, которые есть у большинства россиян за пределами крупных городов, и они пытаются сводить с концами. Эта система, на мой взгляд, специально была выстроена именно таким образом, потому что чем беднее люди, тем легче ими управлять, тем легче завербовать их добровольцам на фронт, пообещав деньги побольше, тем легче подкупить их перед выборами какой-нибудь подачкой. Ну, короче говоря, мне кажется, это не баг системы, а ее фича. Это то, что осознанно делала российская руководство. Доказательств у меня нет. У меня нет документов, где написано, Эльвира Набиулина или Силуанов, я, Владимир Путин, требую, чтобы вы не давали условиям жизни россиян улучшиться, потому что тогда у них станет больше свободных денег, они будут более образованными, они затребуют большего количества благ, в том числе благ, связанных со свободой слова, демократическими выборами и прочее. Нет, такой бумаги у меня нет, однако та планомерность, которая это делалась, и, собственно, те последствия, которые мы видим, они всячески для меня указывают на то, что это как минимум осознавалось. То есть даже не факт, что делалось вручную, но как минимум осознавалось, что это хорошая такая часть той политики, которую проводит российское государство. Так вот, в условиях, когда идет война, когда расходы бюджета постоянно растут, а доходы падают, в этих условиях, собственно, идет, во-первых, сокращение по тем, статьям расхода, которые не связаны с военкой. Ну, то есть качество жизни людей ухудшается, зарезаются расходы, причем вот единое снижение расходов предлагалось у Луанова не так давно, на 10% по всем отраслям бюджета. Ну, то есть это и медицина, это и образование, и все на свете. То есть качество жизни людей еще ухудшается, но помимо этого оно ухудшается из-за разгона инфляции. Почему разгоняется инфляция? В этой ситуации, когда, значит, не жили хорошо, не надо и начинать, значит, есть отдельная категория людей и отдельная категория трат, которые у государства увеличиваются. Это все, что связано с военкой, это ВПК, это непосредственно армия. Зарплаты, которые платятся добровольцам, пока платятся, хотя часто люди уже жалуются и записывают целое обращение, что не получают выплат, но тем не менее базовые, будем исходить из того, что платятся, они гигантские по российским меркам. То есть они там на уровне топовых работников, там столичных городов, там 200, 300, 400 тысяч рублей. Но в итоге это превращается в том числе в разгон инфляции, потому что большое количество людей получает большое количество денег из ниоткуда. Эти люди составляют меньшинство с точки зрения вообще, если мы возьмем всю Россию, все там 140 миллионов, обычно говорят 147, но мне кажется, пандемия, потом война, целое ухудшение качества жизни, иммиграция, мне кажется, несколько-то миллионов точно стало меньше. Так вот, собственно, это маленькая часть от этого, но у них появляются большие деньги по меркам экономики, причем буквально падают с неба. Это деньги, которые являются не следствием улучшения производительности труда, не следствием какого-нибудь нового изобретения или патента, не следствием успешный бизнес, деятельности или предпринимательской деятельности. Нет, это деньги, которые буквально сваливаются из бюджета. Ну, то есть, берутся и выделяются. Говорят, вот здесь мы будем платить больше, потому что нам нужно больше людей в армии, потому что нам нужно больше людей в ВПК и прочее, прочее, прочее. В итоге, это как бы деньги, за которыми ничего не стоит. И это и есть разгон инфляции. Ну, то есть, когда вы выделяете деньги и ничем не обоснованы их выделения с экономической точки зрения, это увеличивает количество инфляции, потому что вы можете покупать там больше товаров. Условно, таких акторов, которые могут покупать больше товаров, стало больше, и из-за этого цена на товар выросла, потому что товар является ограниченным. Это и есть инфляция. Собственно, опять же, экономисты, не кидайтесь в меня камнями. Я понимаю, что процессы чуть сложнее. Детально мы это не это конкретно, а в целом все происходящее обсудим с Владимиром Миловым. Я на базовом уровне, для того, чтобы было понятно, потому что я недавно заметил, что даже Владимир Путин, который вроде как президент, вообще не понимает базовых вещей. Ну, то есть, не понимает, например, почему выход России из зерновой сделки это угроза для стран Африки, несмотря на то, что зерно из Украины поставлялось в том числе и в страны Европы, и не только в страны Африки. То есть, он не понимает, что уменьшение притока зерна на рынок ведет к повышению цен. Это не складывается у него в голове. Поэтому я исхожу из того, что, не то, что я вас сравняю по Путину, не подумайте, просто это индикатор того, что базовые вещи, которые кажутся самоочевидными большому количеству людей, нужно тоже проговаривать, потому что кто-то об этом мог не задумываться в принципе, как это все работает. В итоге что мы имеем? Мы имеем надутый рынок недвижимости, который надувался довольно долго, но теперь, значит, у него все больше проблем, потому что рынок недвижимости, его специфика, что он может существовать в нормальном состоянии до тех пор, пока он постоянно расширяется. Не то, чтобы я хотел сравнивать его с пирамидой, но тем не менее. И рынок недвижимости, его ждут большие проблемы в самое ближайшее время. Многие говорят о том, что он может вообще схлопнуться. Сейчас цены на нем все еще растут, но растут не столько органически, сколько за счет инфляции. Цены растут на все. Банковский сектор, там вообще смешная история, они вроде как получили рекордную прибыль, но при этом у них максимальное количество угроз. Почему? Потому что, почему произошел кризис 2008 года. Ну, то есть, люди берут кредиты, активно берут кредиты, потому что денег не хватает. Из-за этого люди идут в кредитные организации, в банки. Они берут кредиты, но не могут их отдавать. Чем больше накапливается кредитов, которые люди не могут отдать, при определенном, вот, дохождении до определенной планки, в итоге, это рушит банковскую систему. Потому что, ну, вообще, в банковской системе заложено, что какое-то количество людей не будет отдавать кредиты, но когда их количество становится критическим, собственно, все. Ну, у банка нет возможности продолжать свою деятельность, и поскольку все кредитуют друг друга, в том числе банки-банки, все начинает падать в кокоричный домик, ровно это. Об этом, если коротко, был кризис 2008 года, который начался в Америке, а потом распространился на весь мир. В Америке он как раз начался из ипотечного сектора, когда в какой-то момент количество людей, которые не смогли выплачивать ипотеку, стало настолько большим, что банки начали рушиться. Опять же, это вкратце. И, собственно, что происходит в России? Кредитная задолженность у россиян растет, цены растут, возможности для покупки становятся меньше, и тут мы подходим к еще одной немаловажной детали. Санкции, которые связаны с экспортом в Россию, точнее, с российским импортом. Ну, то есть, большое количество товаров в России просто пропало, их нет. А многое, что было не только на полках российских магазинов, но и на российских производствах, это все западное оборудование и западные товары. Помимо этого, есть еще несанкционный процесс, который мы видим, это уход компаний из России, крупных компаний из России, не только западных, но самых разных стран. Это не санкции, ну, то есть, они уходят не в рамках санкций, они уходят в рамках повышения риска деятельности. Владимир Путин ускорил эти процессы, потому что начал национализацию предприятий. то есть, он буквально начал говорить, что мы берем под временное управление вот эту и вот эту компанию, потому что нам так кажется справедливо. Это, в свою очередь, приводит к еще большему оттоку разных компаний, потому что для компаний международных, причем неважно, из какой страны, из Соединенных Штатов или из Индии, важна предсказуемость. Ну, то есть, что вот если они придут в страну, если они начнут там функционировать, их не ждет больших потрясений. Более того, в любой момент они смогли бы из нее спокойно уйти. Когда этих предсказуемостей не существует, и когда риск, который появляется, не оправдывается, собственно, вот эту самую непредсказуемость, то есть, баланс риска переворачивается в сторону риска, а не в сторону выгоды, компании начинают уходить или прекращать деятельность с российской стороной, точнее, с российскими контрагентами. Ровно это и происходит. И из-за этого, собственно, создается еще и дефицит, дефицит мощностей. Ну, то есть, дефицит мощностей до производства, где много западного оборудования, в том числе, в нефтянке это уже видно, потому что многие компании в России нефтяные, да, у них тоже оборудование не свое. Россия не производит в большом количестве и в таком же качестве нефтяного оборудования, поэтому есть проблемы буквально вот на золотой жиле, нефтяной жиле, черное золото у российских производств. Опять же, извините, что я скачу по секторам, просто проблема комплексная. Вот та лакмусовая бумажка, 100 рублей за доллар, это совокупность всего того, что я описываю широкими мазками, потому что на самом деле там на каждом из этих уровней про каждый из них можно говорить по несколько дней, потому что там везде происходят собственные процессы. Так вот, собственно, мощности производственные снижаются, и в итоге товаров становится еще меньше, и вот дефицит этих товаров увеличивает на них цены еще больше, соответственно, растет инфляция и падает покупательская способность. Короче говоря, гражданин России теперь может купить гораздо меньше, денег у него меньше, машину купить уже почти никто не может, потому что там самые-самые базовые китайцы начинаются там от двух миллионов, и то вы таких не найдете, а так 3-4 миллиона уже отдаст человек за покупку машины, сейчас это будет еще больше разгоняться, потому что опять же упал рубль по отношению к другим валютам. И жизнь, короче, человека становится хуже. И вот здесь мы подходим к главному политическому аспекту. Ухудшение жизни заставляет задумываться о том, что происходит. Точнее, о причинах этого ухудшения. И вот здесь помогают выборы, которые будут уже в следующем году. Выборы Владимира Путина. Нет, не выборы президента, выборы Владимира Путина. Безусловно, Владимир Путин на этих выборах победит, потому что выборы эти не настоящие. Голоса там рисуются. Собственно, система электронного голосования, обычные классические фальсификации и отсутствие конкуренции. Потому что все политические оппоненты Владимира Путина либо посажены, либо раздавлены, либо убиты. И поэтому ни о каких настоящих выборах и невозможно говорить. Однако, будет выборная риторика. Ну, то есть, будут какие-то кампании, будут какие-то слоганы и прочее. В момент выбора, даже если они не настоящие, люди начинают задумываться о том, как все устроят. О том, слушайте, а вот действительно ли этот правитель делает все хорошо? Действительно ли Владимир Путин политик-лидер-борец, которого мы заслужили? Ну, то есть, наверное, заслужили, но тот ли этот человек, которого мы хотим видеть? И вообще нормально ли, что он так долго правит страной? Количество этих вопросов прямо пропорционально качеству жизни, которая есть на момент выборов. И вот ухудшение этого качества жизни приведет к увеличению этих вопросов. В этом контексте недовольство происходящим будет расти. Недовольство, идущая войной, недовольство ухудшением качества жизни, недовольство роста цен, недовольство недвижимостью. Многие покупали недвижимость как гарант того, что вот она никогда не будет падать, а она будет падать. А обрушение банковской системы, ну или как минимум отдельно взятых банков, все это будет стимулировать людей к тому, чтобы задавать больше вопросов, больше негативно смотреть на то, что происходит, меньше сотрудничать с государством, меньше идти на фронт и меньше его потворства. Это может приводить и к радикальным переменам, это может приводить к локальным бунтам, это может приводить к акциям забастовок, если заводы перестанут выплачивать деньги, когда деньги кончатся, они уже кончаются. Это может перерасти в революцию, если хотите, но с точностью прогнозировать это невозможно, однако риски для российской власти сильно увеличиваются. Ну и напоследок, было принято смеяться над экономистами, которые рассказывали, что экономика России развалится, но люди плохо их слушали, люди слушали выводы, люди слушали выводы и обращали внимание на сроки. В чем проблема была со сроками, которые говорили эти экономисты? Дело в том, что экономика, она довольно многофакторна, и определить, что и когда именно будет происходить на малых отрезках времени невозможно. Поэтому большая часть экономистов, с которыми я общался, говорили, что вот такой есть процесс, такой есть процесс и такой есть процесс. Когда именно все обвалится или когда именно эти процессы дойдут до той стадии, которая станет для России разрушительной, сказать невозможно. А так как к ним часто пристают журналисты, я пристал, типа, ну вот о летом, а еще когда-нибудь, и они говорят, ну, наверное, да, ну, наверное, нет. И вообще, знаете, дорогие друзья, не обращайте внимания на выводы. Парадоксальную вещь вам скажу. Правда. Эксперты в любой области, экономисты, военные эксперты, политические эксперты, это не гадалки. Это не люди, которые говорят вам, вот вижу в этот день Владимир Путин умрет. Нет, это люди, которые анализируют происходящее и делятся с вами своими соображениями. Смотрите не на выводы, смотрите на то, как человек к этому выводу пришел. Не верьте на слово, смотрите за рассуждениями. Путь рассуждений, логические цепочки важнее вывода, потому что невозможно предсказывать по времени конкретные события. Можно лишь определить динамику. Как с Пригожиным. Невозможно было сказать, когда именно он взбунтуется. Но можно было увидеть, что конфликт нарастает и что бунт это возможно. Сценарий, что вы и видели на этом канале. В смысле, что ровно я вам и рассказывал. Никто не знает ни конкретной даты, ничего связанного с конкретикой по дням недели и всему остальному. Но видны крупные тенденции, которые люди описывают. Причем разные люди описывают разные тенденции. Нужно смотреть за логическими их рассуждениями. Есть провластные экономисты, которые рассказывают, что рубль будет крепок, что мир отказывается от доллара и прочее. Вы смотрите за их рассуждениями, а там нет рассуждений. Там просто постулат. Они говорят, это так. Ну и потом мы видим реальность. Реальность, которой нет ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому смотрите, пожалуйста, за рассуждениями. Ну и по скрипту. Война. Деньги – это война. Не сами по себе. А их количество определяет возможность вести войну. Поэтому экономические проблемы в России и политические проблемы России, вызванные экономикой, это не единственное, что есть деньгами. Глобально количество денег у Российской Федерации и тенденция с этими деньгами определяет то, как и насколько долго Россия сможет вести войну. Пока мы видели, что санкции, связанные с ограничениями поставок в Россию технологических изделий двойного назначения, те, которые нужны для производства ракет, работают плохо. Они дырявые. Ну то есть поступают в Россию все, что России необходимо для производства этих самых ракет. Но санкции, связанные с тем, чтобы уменьшить экономические возможности России, работают сильно лучше. И даже если каналы поставок в Россию будут оставаться серы, чего, я надеюсь, не будет, что, я надеюсь, будет решено, то возможности России по этой самой покупке будут снижаться. Поэтому так важно, что наносятся удары по российской экономике. Не чтобы там люди, я не знаю, взбунтовались, а чтобы у России было меньше денег на то, чтобы нанимать солдат, выплачивать солдатам зарплату, покупать вооружение, покупать детали для вооружения и в целом обеспечивать войну деньгами. С этим большие проблемы. И они будут нарастать. Количество расходов на войну будет увеличиваться, а количество денег и доходов будет уменьшаться. И в этом контексте, когда мы видим сейчас войну на истощение на фронте, именно она. Когда две армии, сравнимые друг с другом, украинская и российская, что, конечно, скажи кому-нибудь два года назад, тебе пальцем у виска покрутят, но тем не менее, это вот реальность, которая есть сейчас, что это соревнование ресурсной базы. И чем меньше ресурсная база у России, тем скорее закончится эта война. И это нужно понимать и в первую очередь Западу, и тем, кто сильно переживает за российскую экономику. К сожалению, Владимир Путин сделал так, что уничтожение российской экономики – это необходимое условие для окончания войны. Поэтому Путин – это война, Путин – это бедность, Путин – это низкий уровень жизни. И когда не будет Путина у власти, все эти вещи потихоньку, но пойдут спять. Война, я надеюсь, прекратится быстро, но экономику придется восстанавливать долгие годы, потому что вот то, что российская экономика не рухнула в первые несколько месяцев, обеспечено было за счет того, что было взято в долг у собственного будущего на то, чтобы обеспечивать и закрывать пробои. И чем больше идет эта война, и чем больше Путин у власти, тем дольше будет восстановление до какого-либо уровня вообще более-менее приемлемого. Поэтому, поддерживая Путина, пролонгируя эту войну, если вы россиянин, если вы находитесь в России, вы поддерживаете собственную нищету и уменьшение количества возможностей, которые будут у вас и у ваших детей в будущем. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok